Глава МГТ Рафаэль Гросси рассказал о заинтересованности российской и украинской сторон в создании безопасной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции. По его словам, об этом просят украинцы, но и Россия не против соглашения и принципа защиты станций. Как итог, он уверен, что отвод вооружений Запорожской АЭС станет частью общего соглашения. И это уже не первый раз, когда речь заходит о возможной некой зоне безопасности вокруг атомной электростанции. Однако, вместе с этим начал налаживаться экспорт АМИАКа через трубопровод Тольятти-Одесса, с чего Россия может получить экспортную прибыль в несколько миллиардов долларов. Таким образом, у некоторых наблюдателей может сложиться впечатление, что готовится некий закулесный договор об отводе войск с территории Запорожской АЭС в обмен на экспорт АМИАКа. Впрочем, справедливости ради стоит сказать, что это уже не первый подобный случай, когда кажется, будто АЭС на что-то обменяют. Может ли быть подобный договорняк специально для накануне ТВ оценил политолог Павел Салин? Нет, ну здесь ситуации, когда дыма без огня не бывает, потому что здесь речь идет о том, когда определенные объективные факты, они несколько широко интерпретируются ультрапатриотическими кругами. Но, по большому счету, определенный элемент такой квази-договоренности наблюдается, потому что речь идет о том, что в результате некоторых пресловутых возможностей дел, которые называются договорняками, российские власти получают дополнительные ресурсы, в том числе и для, ну если не для украинской компании конкретно, то для того, чтобы поддерживать там стабильность политической системы. Поэтому ситуация с так называемыми договорняками сложная. Повторю, здесь она заключается в том, что дыма без огня не бывает. Наверное, там не все так выглядит конспирологически, как это рисуется в ультрапатриотических кругах, что каждое отступление в районе боевых действий, это результат договорняка. Но, возможно, что элементы каких-то закулисных договоренностей присутствуют. Ну, что касается конкретно вот Аммиак и Запорожская АЭС, мы не знаем окончательной картины, да, то есть выдвигается версия, но пока же особо ничего не произошло. Но то, что ситуация с экспортом Аммиака находится на контроле личного Путина и его беспокоит, это факт. Потому что в открытых источниках есть информация, что он по этой проблеме там обращался к международным партнерам. Но то, что это у него не на контроле, да, не значит, что это будет конвертировано в какую-то сделку. Здесь нужно наблюдать дальше. Подписывайтесь на канал накануне ТВ и распространяйте.